Здравствуйте. Продолжаю рассказывать о том, как можно использовать в хозяйстве старые изделия. В этом видео расскажу, почему не надо выбрасывать старые подшипники. Для токарных работ можно использовать подшипники качения. Их в основном делают высокопрочной стали ШХ-15 или из нержавеющих стали 95Х-18 или ЭИ-347Ш, и внутренние и наружные кольца и тела качения закаливают на максимальную твёрдость 64HRC. И поэтому для токарных работ без отпуска или отжига непригодны. Наибольший интерес для небольших токарных работ представляют ролики от роликовых подшипников. Их надо предварительно отпустить или отжечь. Сепараторы бывают или из листового материала, или точёные. Они сделаны из антифрикционных сплавов. Из точёных сепараторов крупных подшипников можно что-то сделать. Например, мелкие подшипники скольжения. Из подшипниковых колец лет 50 назад я делал такие штихели для гравирования. Наружное кольцо расковывал, выпиливал лезвие штихелей и термообрабатывал. Гравировал такие вот картинки. Маркировка на подшипниках включает знаки дополнительного оборудования. Буква U означает, что подшипник сделан из нержавеющей стали 95Х18. Буква R обозначает, что детали подшипников сделаны из термостойкой стали. На этой обоями тоже есть буква R. Значит, она тоже сделана из теплостойкой стали. Из внутреннего кольца авиационного роликового подшипника я изготовил рабочий нож. Это кольцо сделано из стали АИ-347Ш. В этой стали 0,8% углерода, 4% хрома, 9% вольфрама и 2% ванадия. Подшипники из такой стали маркируют буквой R. В этой стали 9% вольфрама. Поэтому она является самозакаливающейся, то есть самокальной. Я взял для ножа именно эту сталь, потому что обойму я распрямлял в горячую. И после ковки лезвие не нужно было специально закаливать. Охлаждал на воздухе и получил нужную твердость 52 единицы HRC. Теперь буду обрабатывать заготовку на гриндере. Сделал рукоятку ножа из корневища березы. Получился удобный рабочий нож. Проверяю. Вот такой получился удобный рабочий нож из обоймы подшипника. Как я изготавливал нож из подшипника, подробно показано в моём видео. Адрес есть в описании. Шарики от подшипника можно использовать для центрирования шкива при расточке посадочного отверстия, чтобы обеспечивать минимальное биение рабочей поверхности ручья шкива относительно этого посадочного отверстия. Базировался по рабочей поверхности ручья. Шарики касаются рабочей поверхности ручья. Шкив с шариками плотно, туго вставляется в деревянную оправку. Применяя деревянные оправки и центрирование по шарикам, можно обеспечивать минимальное биение рабочей поверхности ручья шкива относительно посадочного отверстия. Способ центрирования шкива и шестерёнки с помощью шариков от подшипников для расточки посадочных отверстий подробно показан в моём видео. Адрес есть в описании. Вот так можно использовать подшипники. Спасибо за внимание. Приглашаю на мой канал. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...